Музыка Начало октября для многих хомячей, любящих на душе посмеяться, ознаменовалось грандиозным юмористическим шоу «Бум-2017». Межрегиональный фестиваль собрал полный зрительный зал в молодежном центре «Химик». Я пришла не первый раз, я пришла уже второй. Первый раз меня погорили, это омские ребята. Они были зажигательные танцы, меня также покорили ребята из другого региона. Мне очень понравилось, я знаю, какой ажиотаж был с билетами. И просто я когда увидела, что «Бум» будет именно сейчас, я просто начала писать, звонить просто всем знакомым, чтобы хоть как-то достать билет. На этот раз свои творческие номера с примесью качественного юмора представили 12 студенческих театров, эстрадных миниатюр и команд КВН из разных уголков нашей страны. Мы за оригинальный творческий подход и качественный юмор даешь бумбализацию. Поехали! Уда! Так зажигательно стартовал галоконцерт фестиваля. Каждый из коллективов, выходящих в этот вечер на сцену, нашел свой собственный подход к зрителю. Театр-студия «Калейдоскоп» из Барнаула, которая посетила фестиваль уже 22-й раз, представила на суд жюри и зрителей «Рэп-баттл» на одной из самых злободневных студенческих тем взаимоотношений с преподавателями. Я бы не пришел бы к вам навстречу, если бы не деканат. Вы обычный препод, а я отличный от вас не фан. Мне ваши дисси по фану. Я никогда не буду вашим корифаном. Но я готов вас уважать. Только знайте, кино не будет, если так на меня наезжать. А давайте так. Вы мне ставите зачет, между нами тает лед. Браво! Слышь, ты че такой дерзкий? Мой юный друг, ты серьезно решил меня взять на испуг? Твоя жизнь для сегодня была легким кинцом, с веселым началом, но печальным концом. Фестиваль «Бум» является для нас уже какой-то такой точкой, своеобразным отчетом. Мы что-то там готовим, какие-то творческие номера. Тем более, что у нас 22-й год, у нас 6-е поколение. Нужно быстрее вводить курс, а где, как не на «Буме» можно ввести. Приехал, увидел, здесь такие же друзья, такие же ребята и со всей страны съезжаются. Поэтому это самое правильное решение – приехать на «Бум». Еще одни ветераны «Бума», на этот раз «Амичи», Стэм Венегрет, по традиции удивляли всех физкультурно-творческими номерами, которые красной нитью проходили через весь галоконцерт. В репертуаре было все – от дерзкого танго в стиле мюзикла «Чикаго» и зажигательного фитнеса до душевной песни, посвященной предстоящему чемпионату мира по футболу. Смотрите, называется «Я Чик». Парень, дело, говорите. Им играют на поле, ребята, забивают ворота, где другая команда. Поймите, нам нельзя облажаться, нужно лишь постараться. Ради Родины нашей просто выйти из группы. Вы знаете, я мечтаю, чтобы наша сборная по футболу была не просто сборной, а по футболу. Слушай, а ты помнишь, как наши ребята однажды выиграли? Да. Не помню. Я тоже. Наш коллектив уже все 24 года выступает, и всегда мы отличались именно тем, что мы показываем спортивный стэм, так как мы учимся в университете физической культуры и спорта, и поэтому мы всегда стараемся придерживаться данной стилистики, танца, спорт. Наша песня про футбол просто всех зацепила, чем навеяла. На болевшем. На болевшем, да. Всю Россию. Ну, это все уже. Край. Ну, куда так, ребята? Не знаю. Ну, вот из-за этого, да, видимо. Потому что еще ожидают нас печальные игры сборной России, да? В 2018 году, да, то есть когда будет чемпионат. Будем дружно петь эту песню. Немало было и команд новичков, которые впервые попробовали свои силы на этом фестивале. Юмористический клуб «Максимин» из Новосибирска впервые вышел на омскую сцену и попробовал свои силы в жанре эстрадной миниатюры. Их работа о юмористических коллективах в госструктурах сорвала шквал оваций. Зеленые березы за моим окном. Зеленые настолько, что зеленый даже ствол. Желтые медведи лежат детвору. И тираннозавр кудачит поутру. Посмотрел налево и увидел поле. Вот такие будни в госнаркоконтроле. Для Бума, так как это фестиваль стемовский, пытались подобрать какой-то материал по материалу более протяженный, по времени, по хронометражу. Ну и в принципе пишем юмористический материал и наполненный юмором, шуткой. Просто смотрели, что у нас уже есть, что можно дописать, доделать. И смотрели, что более актуально будет, более интересно. На чем люди посмеются. Не совсем стандартное для Бума выступление показали омские дебютанты фестиваля. Театр-студия «Образ». Ребятам удалось покорить умы членов жюри и сердца зрителей с первого раза. Зал нам очень понравился. Вот мы сегодня уже второй день выступаем. Очень теплый, очень приветливый зал. Зритель просто вообще потрясающий, я бы сказала. Итак, Бума отличается, да. Бума отличается от студии сны непременно, потому что здесь, ну вот, несколько дней, да, конкурсы проходили. Здесь у нас не только выступления, здесь были мастер-классы, здесь были всякие развлекательные программы. Мы познакомились с другими коллективами. Выбрать среди такого разнообразия талантливо срежиссированных и поставленных миниатюр было непросто. Но члены жюри отметили, что своими выступлениями ребята сумели показать и доказать, что современный театр жив и развивается. Ну, главное, что мы и на мастер-классах своих, я говорил, и на разборах, спектакль жив, жив идеи, которые несет. Коллективы, которые победили, они несли идеи. Идеи. Это не мое мнение, это мнение Бернарда Шоуа. Но мнению этого человека можно доверять. Вот, поэтому были идеи. Было что интересно смотреть, понимать, учиться. И, в общем, видеть, что театры растут. Это огромное удовольствие. Прилететь за 5586 километров, это стоило того, чтобы побывать на этом празднике. По итогам фестиваля лауреатом первой степени стал коллектив «Овация» из Красноярска. Диплом лауреата второй степени был вручен театральной студии «Образ». Третье место занял театр-студия «Отдыхай». А гран-при фестиваля «Бум» получил омский винегрет.